Приветствую вас! Давайте мы с вами для начала скажем так, что вы не писали, что живете хорошо, то есть несмотря на то, что ваша мама издевалась над вами, вы смогли все-таки уйти, вы смогли жить самостоятельно и живете хорошо. Основная проблема здесь в том, что ваша мама вас достает, даже после того, как вы ушли от нее, то есть стали жить отдельно по сути. И вот момент, момент в этом момент, наверное, самый основной, самый основной момент. Ведь, понимаете, в чем дело, мы сейчас не берем в расчет именно обиды, которые у вас могут быть на маму, вот это прорабатывается отдельно все-таки. Мы сейчас говорим немножечко о других вещах. Мы сейчас говорим о тех вещах, например, почему вы позволяете своей маме вести себя так? Почему вы как бы позволяете ей манипулировать своей жизнью? Почему вы поддаетесь на ее провокации, на ее какие-то вот такие жесты, на ее поведение? Определенно она вас нуждается. Это факт. Это факт, который, я надеюсь, не требует доказательств. То есть ваша мама вас нуждается. И нуждается достаточно сильно. То есть, если она вас находит, значит вы ей нужны. И вполне вероятно, что мотив, по которому ваша мама доставала вас, и мотив, по которому она сейчас вас постоянно находит вновь и вновь, один и точку. И этот мотив вам нужно понять. Этот мотив вам нужно для себя определить. Для чего? Чтобы поняв мотив, вы увидели бы потребность своей мамы. То есть, ее некие желания, которые она пытается удовлетворить через вас, за неимением другого средства для этого, для удовлетворения своих желаний. Другими словами, вам нужно сделать так, чтобы ваша мама перестала воспринимать как нечто выгодное то, что она вас находит. Вам нужно сделать так, чтобы ваша мама потеряла в своих глазах привлекательность, нахождение в вас. Это вот такой важный момент. Не очень, конечно, понятно, опять же, почему вы позволяете своей маме навязывать. Ну, вот, она навязывается, потому что таково ее желание. Ну, а вы-то почему ей позволяете это делать? Игноируйте ее, не пускайте, скажите одним разом, что нет, я там не хочу тебя видеть и так далее. Кроме того, очень интересный момент, как она вас находит. С помощью чего? С помощью каких средств она находит вас? Точно, вот это вот не очень ясно в данном случае. Со всем этим нужно разбираться. Ну и, наконец, последнее. Если она над вами издевалась длительное время, то вполне возможно, что у вас выработалось отношение к ней. Обиды, может быть, даже чувство вины к ней. И же может быть неуверенность в себе из-за этого, из-за того, что ваша мама издевалась над вами. И так далее. И вот эти все приобретенные черты характера вашего мешают вам занимать достойную, адекватную позицию по отношению к вашей маме. То есть, ситуация здесь заключается в том, чтобы вы определили для себя, что решает вам занять эту позицию. Какие препятствия на пути к этой позиции у вас. И вот в этом контексте уже двигаться. Потому что ваша мама будет действовать так дальше. она будет так действовать, потому что ей так выгодно. Соответственно, вам нужно сделать так, чтобы ей это перестало быть выгодно. И вам нужно посмотреть, что уменьшает вам занимать эту жесткую позицию. Вот эти два направления. Вам стоит рассмотреть, как средство решения вашей проблемы. И, соответственно, при трудностях, при возникновении трудностей, проработать эти направления с психологом. Который вам поможет быстрее нащупать опорные точки в этих сферах. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!